Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наш отдых в Гейске, наши прогулочки. Сегодня мы пойдем позавтракать в новую кафешечку, которую увидели. Собственно, потом пойдем на пляж и поедем, наверное, на Птичий остров, на Катюшку. Вот. Ну, собственно, как-то так. Погнали. Погода сегодня отличная, вообще замечательная, тепло, жира. Я так понимаю, тут другой погоды не бывает, что ли. Дожди редкие, но очень сильная. Довольно приятная кафешка, маленькая. Короче, цены. Каша с Сильзерс. Что это? Яичница. Мы заказали яичницу фирменную. 130. Блины. Гладкий. 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 Нет, я потом с вами начала, но потом нормально. Ты открой этот свой этот МТС мы посмотрим, сколько лучше. А, 23, я смотрела. А, 23? Ну, нормально. Что-то много у тебя, учитывая, если отец ютуб смотрит. Даже с того года переносится, как там накопилось. Мы здесь смотрим, что твои царки. Миню-то большое. Миню-то большое. Качество 140 делает? Да. Миню-то сам делает. Я пытаюсь побольше делать. Короче, тут что-то миню очень большое. Сейчас ты снова по тарифу, а быстрее? По тарифу это одно. Дай поставить. Дай поставить. Весь наш завтрак вышел 780 рублей. Вот так. Нормально, учитывая, что первый раз мы поелись. На 2000. Я не наелся даже. В принципе, все вкусно было. Единственное, локса подгорел и блинду. Собственно, такая кафешечка. Адрес, адрес. Ростовская. Блин. Тут что-то не написано. Сейчас посмотрим. А, вот. Улица Калинина, 143. Ребята, вот остановка. И не написано. Никакой маршрут, не время его. Никуда он едет. В общем, неудобно сделано. При этом, кстати, у них есть свои особенности. Когда ты едешь на автобусе, ты должен кричать, что остановить на следующей остановке. Иначе он не остановится. Вот. При этом, если ты сзади стоишь, надо просить тоже так же кричать, чтобы заднюю дверь открыли. Вот. Иначе не откроют. Ну, в общем, такие особенности. Но, на самом деле, могли бы для туристов сделать расписание нормальное. Вот. Так, конечно, на автобусах, вон, написано, куда они едут. Автобусы, где все пасики. Угонял. Маршруты короткие. Это пляж Каменка. Спустились вот шаурмешная. Бестро, баклажан. Шаурма 99. Это самая маленькая. Там шаурму мы брали. Шаурма реально вкусная. В ней не используют майонез. Там специальный соус какой-то у них. Это пляж Каменки, на котором мы не стали сильно отдыхать. Если на центральный. Центральный пляж, на самом деле, лучше. Более приспособленный, потому что здесь камешки. А там песочек и ракушечки. Вот. Ну, и вообще, как-то там все уютнее и удобнее, и народу больше. Но, в принципе, здесь такие же услуги, как и там предоставляют. Вот эти, короче, места, где можно спрятаться. Стоят 100 рублей час и 200 рублей весь день. Вот. Ну, и лежаки. Лежаки, по-моему, такая же стоимость. Тут интересные такие островки. Прямо это на пляже. Море, конечно... Ну, у него глубина маленькая. Здесь, вон, видите, люди как ходят. Плюс еще эти островки. Прикольно, конечно, смотрится. Здесь нет робота. Здесь нет робота. Играет музыка. Играет музыка. «Я хочу. Прикольно, поймать…» Наж eighteen шесть больше ничего меняла там и... Теперь нужно играть весь город. Эта-наж VS Д шесть 라ингаолетственная машинана. Иначе Ham то рвать пол, и branch, Эта пляжа. Эта-нажить анатart�на. Продолжение следует... 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 Почему-то какая-то антисанитария везде. То есть, видите, вот такого впечатления у меня не было. Сейчас, ребята, на весточке поедем в центр города. А, не только в центр. Сначала за фруктами съездим, потом в центр города на рынок. В общем, будем закупаться. Завтра будем уезжать. Машину заранее завел, потому что там вот у нас градусник стоит. Сейчас не видно, но он там 54 градуса в машине показывал. Короче, ребята, сейчас поехали. И машина сильно задергалась. Вот трогаешься с первой, она прям дергается. Ну, короче, как справа с сцеплением. Готовка-то. Руки заняты. Так что посмотрим обратно, поедем. Может уже новое сцепление не изничтожится. Напишем претензию на замену автомобиля. Короче, со второй серьезной поломкой. Так, вот закупились немного арбузами. 6 рублей. По 10 рублей. Помидорки 35. Картофель с куриным вкусом. Офигеть. Ну, это прикол, наверное. Такой вот рынок, невелико от центра города. О, цены дороже, чем за городом. Не намного, но дороже. Хотя виноград 60 рублей килограмм купили. Приехали от центра города посетить их знаменитую ярмарку. Сейчас посмотрим, что да как там. Осторожно, выиграет машина. Какая машина? Осторожно, машина, будьте внимательны. Пожалуйста. Какая машина. арбуз желтый который внутри желтый суши мне интересно где тут вина продают вина или нет только я правда местные боюсь подержит спирта наверно и ну да так ребята тут мир электроники попали уже сын к мы закончили посмотрели идем сейчас просто обратно что-нибудь поесть купить и далее такая кафешка борщ солянка короче будешь блиновым 150 рублей больше 80 блины на основную короче будет без мяса но вкусный так ували мы блины это в центр города ценник принципе нормально блины в принципе вкусные больше тоже только больше без мяса и такой очень похож на щей но вкусно очень ребята закончился нас наш опыт есть и собственно сказать что мне там не понравилось это месте есть свои плюсы есть свои минусы в целом отдых нормальный единственно нужно реально перезагорали просто солнце меня уже раздражает все красные но просто напросто с уралом уже не приучи у нас нет такой погоды но собственно чтобы отметилась минусов и плюсов минус то что тут на всякой мелочи пытаются заработать большие деньги то есть это стоянки платные 300 рублей сутки также это при гостиничный комплекс использую эту фигню хотя вроде ты уже за номер заплатил там три с лишним тысячи да и вот тебе еще там доплачивать 300 рублей в сутки чтобы там держали тебе место значит также уборка 300 рублей надо заплатить чтобы убирались просто так не убираются потом значит что касается еды еды мне не очень здесь понравилось еда не очень понравилась единственное мне понравилось это шаурма которую делали рядом с нами какой-то там стрит стрит мид ну короче обратно пойдем на покажу в остальном вот мясо два раз там ел вообще никак не понравилось то есть я сравниваю с витязио видеть его гораздо вкуснее мясо и оно дешевле там единственное что здесь еще понравилось это пиво в общем кафешка пиво попили очень вкусно пиво сместное местного разлива закат встречали кино смотрели на вообще классно что касается пляжа то вот этот пляж каменка где мы рядом с ним сам не порекомендую сейчас мы идем туда потому что она последний день так дожарить себя да это последний раз купаться на самом деле центральный пляж намного лучше вот который там на той стороне за портом там песочек там народу побольше там кафешек побольше и цены поменьше то есть это каменка где мы тут дорого значит вот если вы там ищете жилье то ищите вот в районе центрального пляжа будет вам счастье то есть районе каменки на не знаю тут все дело на любителя нам не очень понравилось вот и что еще что еще сказать даже не знаю потому что надо все это дело обмозговать пережить и так далее в общем завтра мы выезжаем а кстати насчет достопримечательностей в городе не так много достопримечательностей практически нет мы сходили в парк сходили на пляж сходили центральный рынок ну и все все закончилось ездили в Должанское конечно там прикольно но туда надо ехать более молодой компании с палаткой можно в домике как там домики прямо у моря вот так-то там весело здесь хороша долгая ну и наверное что вспомню в будущем подведу итог завтра мы обратно поедем домой дорога поедем будет на экране у вас собственно когда доеду все обмозгую ролики там уже подведу итоги значит отдыху в Ейске и непосредственно в машине в итоге поездки на машине без покров с моей рыженькой ребята завершение покажу вам как выглядит есть со стороны вернее с колеса обозрения которое 27 метров вот находятся прямо в каменьке вот здесь луквей дал Продолжение следует... 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 Продолжение следует...